Мы начинаем лекцию, посвященную проблеме материального и идеального в марксизме. Естественно, в рамках одного короткого лекционного занятия я смогу остановиться лишь на некоторых ключевых пунктах этого очень сложного, богатого и историческим, и по наполнению вопроса. Мы посмотрим с вами на проблему соотношения материального и идеального и понятия материального и идеального. Коротко остановимся на споре Ильенковской школы и, скажем так, основного течения советского материализма, марксистского материализма. Я надеюсь, что у нас будет достаточно времени, чтобы поговорить о том, как материализм преломляется при переходе в пространство общественных отношений. Естественно, встанет проблема общественного бытия, общественного сознания, но там уже недалеко и до вопроса, который, как я отметил, касается каждого из вас, соотношения общественного бытия и индивидуального сознания, индивидуального осмысления мира. Ну а здесь, естественно, встанет вопрос идеологии, религии и других форм общественного сознания, ну и индивидуального сознания, поскольку быть вне и общественного бытия, и общественного сознания никому из нас не удается до тех пор, пока мы живы. Вот так устроена наша жизнедеятельность, наше бытие, и, соответственно, об этом я буду вам сегодня рассказывать. Я специально не стал делать презентацию, поскольку смысл этой лекции – размышления. И я приглашаю вас именно к таким размышлениям, а не к тому, чтобы что-то заучить. Хотя, в принципе, наверное, что-то зафиксировать для себя вам будет полезно, но я еще раз говорю, это скорее просто размышления в словах, диалог. Итак, для студентов-философов, лекции эти читаются именно для вас, студентов философского факультета МГУ, в первую очередь, проблема материализма, идеализма, как основного вопроса философии, я думаю, достаточно хорошо известна. Хотя сейчас ситуация с преподаванием философии несколько изменилась, и я не думаю, что этот курс, который вы слушаете, я даже не знаю почему, по какому предмету, может включать пару месяцев размышлений о том, что такое материализм и что такое идеализм, как это было в времена моего студенчества. Мы, правда, слушали курс на экономическом факультете, но из двухсеместрового курса изрядная часть была посвящена именно этому вопросу. Я думаю, что на философском факультете, даже уверен, этого было еще больше. Но, тем не менее, история материалистической философии велика и прекрасна. Уходить в нее я не буду. Просто мне хотелось, чтобы вы для себя совершенно четко зафиксировали, что марксизм наследует великую материалистическую традицию и античности, и средневековье, где она присутствовала в виде ересей своего рода. Поскольку даже религиозные ереси не были материалистическими, то материализм там пробивался с большим трудом, но все-таки пробивался, не можно найти его следы. Материализм присутствует в восточной философии, в философии Китая, которая обычно выделяется в отдельное пространство. Ну и так далее. Поэтому мне кажется очень важным подчеркнуть вот это мощное историческое основание марксистской материалистической философии. Это раз. Два. Непосредственно, я вам рассказал неделю назад, материализм Маркса и Энгельса связывают с материализмом Фейербаха, что отчасти связано с историческим генезисом марксизма. Генезисом из гегельянства, которое, как известно, представляло из себя абсолютный идеализм. Это было характерно и для последователей Гегеля, к коему относил себя поначалу юный Маркс. И вот этот диалог с Фейербахом, критика Фейербаха, бесконечное уважение к Фейербаху, все это характерно для генезиса марксистской материалистической философии. Я на прошлой лекции неслучайно очень подробно остановился на знаменитых тезисах Маркса и Фейербаха. Пара страничек, на которых сконцентрированы фундаментальные положения активного деятельностного материализма. Вот, пожалуй, с самого начала генетический материализм Маркса, он не созерцательный, не антропологический. Он основан на том, что человек – это субъект деятельности, на том, что проблема материального идеального возникает как проблема только в связи с деятельностным, общественным человеком. И поэтому абстрагироваться от деятельности и абстрагироваться от общественных отношений, размышляя о проблеме материального и идеального, нельзя. Вот обратите внимание, совершенно другая постановка вопроса. То есть вопрос материального и идеального стоит не в контексте религии Бога прежде всего. Эти вопросы решаются вторично. Не в проблеме даже соотношения материи духа, абсолютного или нет, это второй вопрос. Они решаются в проблеме общественных деяний, общественного человека. Это связано и с решением вопроса антропогенеза, который для Маркса оставался отчасти открытым, и для Энгельса тоже, хотя он написал интересную работу на эту тему, и они написали не одну работу. Но дальнейшее развитие марксистов, развитие марксистами, проблемы возникновения человека, работы Поршнева, работы Семенова показали, что вот эта линия, материалистическая линия, оказывается обоснованной. И возникновение человека генезис в процессе общественной деятельности, то есть становление, во-первых, деятельности, во-вторых, деятельности как общественной. Это, собственно, и дает тайну рождения человека и тайну рождения духа, тайну рождения идеального, поскольку вне этого проблемы нет, идеального нет. есть материальный мир, который в этом случае по определению становится первичным. Вот это сразу определенная постановка проблем. Пожалуй, сделаю оговорку. Я в своей лекции не буду вести полемику с идеализмом. Ну, просто все задачи решить сразу невозможно. И этот лекционный курс – это введение в марксизм. Очень короткие такие зарисовки, эскизы ключевых проблем марксистской философии, не более того. В программе есть соответствующая литература, я потом вас адресую к ней. Сейчас я просто хотел подчеркнуть, что по преимуществу я буду предлагать вам Ильенковскую версию марксистского материализма. Соответственно, сразу же должен добавить еще один момент. То, что в своем генезисе и вплоть до настоящего времени философский материализм марксистского направления диалектичен. И вне диалектического метода он не раскрываем. Это не две рядом стоящие темы. Сначала одно, потом другое, хотя я преподавать буду именно так. Это органическое единство. Диалектика материалистична, материализм диалектичен. Постараюсь это показать. Вот после этой преамбулы, наверное, надо все-таки сказать, а что же такое материальное и что такое идеальное. Материальное – это все, кроме идеального. Это основа и это то, что существует независимо от человека. У Ленина есть очень простое определение. Объективный мир данный нам в ощущениях, в восприятии. Я бы добавил вслед за материалистами-марксистами в общественной практике. То есть не просто в ощущении, которое у нас каким-то образом через глаза, руки, слух проникает в наше сознание, а именно в общественной практике. Я сейчас поясню, почему это важно. Существует еще одно определение, которое очень часто цитируют советские учебники. Это ленинское определение о том, что материальное – это идеальное, пересаженное в человеческую голову и преобразованное в ней. Но потом и сам Ленин немножко смеялся над тем, что, говорит, не надо это представлять так, что у человека там в мозгах есть преобразовательный аппарат такой, и система ящичков и полочек, куда раскладываются все преобразованные восприятия действительности. Я, говорит, это сказал. Вообще у Ленина очень много таких простых, понятных цитат, которые он говорил где угодно, на митингах, выступлениях, в каких-то небольших брошюрках, в коротких записках, которые затем превращаются в основу глубокого научного обобщения. Такое случалось в советские времена при фетишизации того или другого классика марксизма, при том, что действительно это очень богатые, тонкие мыслители были. Итак, материя – это объективная, независимая от нас, вне нас существующая реальность. Она существует до человека, она существует вне человека. Материя неисчерпаема. Еще один тезис – материализм принципиально важный. И бесконечные похороны материи естествоиспытателями, которые как только упираются в то, что они не могут найти новые законы существования Вселенной, поля, еще чего-то, они тут же начинают призывать на помощь боженьку. И чем хуже у них получается решить проблему, тем больше появляется Бога. Это очень четкая закономерность, которой можно последить на истории физики. Я счастлив, что меня сегодня не слушает Андрей Михайлов, это такой молодой коллега, который недавно защитил, буквально пару дней назад, кандидатскую диссертацию, уже будучи доктором, нет, кандидатом пока еще физико-математических наук. Он всякий раз, когда начинает рассуждать о естествознании, хватается за голову и кричит, что я невежда и вообще дурак. Ну, немножко не так грубо, но, в общем, примерно в этом духе. Итак, материя не исчерпаема. Что же такое идеальное? Идеальное – это представление материального процесса при помощи общественной практики в другом материальном процессе, в другом материальном феномене, давайте даже так скажем. Отражение представления материального процесса, осуществляемое посредством общественной деятельности, общественной практики в другом материальном предмете. Вот это то, как определяет идеальный Ильенко. вот давайте я приведу целую систему примеров и потом мы постараемся с этим разобраться что у нас есть мозгу с точки зрения естества испытателя там происходит некий физический процесс я не буду сейчас описывать но какие-то колебания чего-то какие-то клеточки какие-то эти компоненты этих клеточек еще чего-то и все это взаимодействует друг с другом боженька или кто-то еще тут во всех случаев по займу качестве не сидят что такое книга если мы не используем ее для того и трахнуть соседа по голове или поставить на нее чайник сейчас чайники электрические чайники на книжке не ставят мои времена чайник6 5 или на плите 5 после этого надо было поставить ученым человеку проще был поставить чайник на книжку с одной стороны было варварство с любой страны это было гарантия от того что что-то там не сгорит вот если мы используем книжку неток материальный объект никак как стопку бумаги, склеенную чем-то и переплетенную, то это идеально, потому что в книге представлены определенные материальные закономерности. Оставим пока в стороне на время искусства, я к нему обязательно вернусь. Посмотрим на науку. Что такое великая формула 2 плюс 2 равняется 4, написанной в учебнике по арифметике? Это набор краски, которая лежит на бумаге. Все. Или не все. Безусловно не все, потому что это прежде всего отражение практикой обобщенного, практикой обобщенной взаимосвязи, количественной взаимосвязи предметов и явлений. В определенной, естественно, мере. Если мы к двум баранам прибавим, к двум баранам появится 4 барана. Поэтому, правда, всегда возникает вопрос, что будет, если к двум баранам прибавить двух волков, но мы его пока оставим в стороне. Вот это, видите, диалектика вылезает везде. Это ограниченность, переход, неопределенность, много всего остального противоречия между волками и баранами. Ну, это, конечно, смешно, но тем не менее. Вот это первый пример. Кто-то скажет, ну хорошо, ну вот с книгой понятно, это идеально. А вот станок, это же очевидно материальное. Я экономист, из меня все время будет вылезать экономические примеры. Это машина. Что в ней идеального? Железо, набор деталей, электрические провода. Ну, в лучшем случае управляющий компьютер. Давайте его пока уберем в сторону. Пусть будет обычный станок металлорежущий. Что в нем идеального? Это идеально. Это воплощение целой сложной системы закономерностей, характеризующих процесс взаимодействия материальных объектов. Рисса, детали, частей этого станка, электрической энергии, этих самых проводков, которые в обмотке в статоре и в роторе электродвигателя. Видите, я даже помню название статора и ротора. Если я не перепутал, конечно, что-нибудь. Вот. Это опять-таки общественной практикой людей, которые сначала придумали, что можно резать металл, что вообще металл есть, потому что можно его резать, потому что к этому можно приспособить какую-то машину. Потом поменяли паровую машину на электрический двигатель, а до этого открыли вообще феномен электричества. И при помощи определенной общественной практики опять же сделали из абстрактной идеи, что есть магнитное поле, плюс и минус, и закон ОМА. Из всего этого сотворили электродвигатель, приделали этот электродвигатель к станку, научили в определенном процессе материальных взаимодействий рабочего использовать этот станок кого-то хуже, кого-то лучше. И все это отражено, воплощено в железяке. Если эта железяка попадает в руки племени дикарей, они на нее смотрят, как баран на новые ворота, или как, я не знаю, дикарей есть, какая-нибудь лама на новые ворота, и, собственно, не понимают, что это такое. Если он попадает к профессору, который преподает политическую экономию и пытается преподавать философию, но он догадывается, что это станок, но как его включить, может быть, тоже догадается, вот как из него, как на нем сделать необходимую работу и правильную деталь, уже вряд ли. Хотя в девятом классе или в восьмом каком-то классе меня учили это делать. У нас было трудовое воспитание. Вот такие дела. То есть станок, если мы его рассматриваем как представление определенного научно-технического знания и общественной практики, это идеально. Вот, скажем, представьте себе Великую Отечественную войну. Советские инженеры или рационализаторы, рабочие, их было очень много, кстати, придумали новый способ обработки металла, очень важный для оборонной промышленности. Приезжает некий шпион из Германии, предположим, что он обходит все путы НКВД, добирается до этого завода и смотрит на этот станок. Он что, на нем будет делать определенную деталь? Нет. Он постарается его зафиксировать как определенную технологию. Ну и в идеале этот станок украсть. Точно так же, как мы пытались угнать, и говорят, что советские разведчики, просто но как-то я придумал, я такого не знал, чтобы у нас что-нибудь воровали такое. А вот про то, что у нас разведке удалось угнать еще накануне войны самый современный Мессершмитт, да, Мессершмитт, который украли советские разведчики, был в данном случае идеальным. на нем можно было летать, на нем пролетели, по-моему, это было в Испании, во время войны еще испанский раз, а потом второй раз уже позже. Вот. И это было идеально, вот этот самолет, летающий из железа, он был идеальным, потому что он был в воплощении определенной конструкторской мысли и производственного процесса. То есть идеальное становится идеальным только в определенном общественном отношении. Вне этого отношения идеального нет, вне общественной практики идеального нет, вне человеческой деятельности идеального нет. есть великое выражение рукописи не горят да здесь вот это зафиксируем то есть идеальное существует благодаря общественной практике которая представляет что-то определенные общественные отношения определенную практику определенную деятельность определенную взаимосвязь предметов и явлений в некотором другом материальном объекте в каком именно в данном случае не важно это может быть представлена виде виде вот этой коробочки до которой что-то там лежит где-то это может быть представлено виде магнитных волк которые бегают по пространству позволяют нам сейчас коммуницировать и вам слушать лекцию а мне и читать это может быть представлено виде клинописи может быть представлено виде статуи камня чего угодно и это может быть представлено вот здесь виде определенных биологических процессов протекающих мозгов вот дальше про то как все превращается в идеологию религию искусство науку и все остальное чуть позже пока вот это первое связь соответственно становится понятно что соотношение материального идеального вне общественной практике общественного человека не существует как и сам феномен идеального в отличие от материального далее становится понятно что это общественное отношение фактически определяет что будет материальным, а что идеальным. Одно и то же можно использовать по-разному. Мистер Шмидт можно использовать как феномен культуры, который надо распредметить, сейчас я введу это понятие. Ну, как разобрать по деталям и понять, как сделать самолет, который будет лучше даже, чем этот в процессе творчества. А можно использовать как машину, которая позволит перевозить что-то или убивать кого-то. Осуществляет материальное преобразование. Извините за некоторый, так сказать, нечаянный цинизм. Бийство тоже в данном случае это материальное преобразование. Вот, то же самое касается станка или чего угодно. И любой идеальный предмет, если он попадает в руки человека, который не способен осуществить определенный вид общественных практик, превращается в совершенно бессмысленный материальный объект. Вот еще один образ, точнее пример художественный. Если кто-то читал, у Стругацких есть один из ранних небольших рассказов, точнее большой рассказ или маленькая повесть «Попытка к бегству». Вот там от каких-то непонятно каких странников или еще кого-то остается некоторый набор машин, которые люди феодального общества пытаются каким-то образом использовать. Они не знают, как их использовать. И вот эти машины, суперсложные устройства, для них просто ничто. Но в лучшем случае набор деталей, которые используются в весьма странном образе. Вот это я несколько раз повторил, потому что это очень тяжело укладывается в общественном восприятии. Потому что идеальное воспринимается обычно как нечто все-таки божественное. Как божественная душа, которая дана человеку откуда-то, которая снисходит, которую только величайшие люди в чем-то подобные, Богу творцы, кстати, слово не случайно, да, творец там, творец здесь, опять способны откуда-то из мирового идеального пространства, из, я не знаю, эманаций, скорее, наверное, гештальтов, да, абсолютного духа, опять превратить в, я не знаю, некоторый текст или музыку или еще что-то. Ну, действительно, когда видишь какую-то гениальную формулу или слышишь гениальную музыку, иногда ощущение, что да, это что-то божественное, и, собственно, откуда еще оно такое могло взяться? Больше нет, какого-то другого быть не может. Но, тем не менее, это вот так. Дальше возникает очень много всего интересного, связанного с творчеством, но сначала введу еще два определения, а потом о споре Ильенкова со всеми остальными такими традиционными материалистами, которые идеально понимали в духе знаменитой, но уже использованной цитатой Ленина. Итак, начнем мы со распредмечивания. Ну, предмет, нечто материальное, давайте сейчас пока так скажем. Материально не только предметы, но в данном случае будем упрощать ситуацию. Итак, материальный некий предмет. Распредмечивание. Вытаскивание из предмета чего-то другого. Чего? Идеального. Распредмечивание – это вытаскивание из материального феномена его идеального, его идеальное содержание. Вытаскивается, экстрагируется каким-то образом. Каким? При помощи деятельности. Деятельности человека, обладающей способностью разобрать... Ну, давайте возьмем станок, не будем пользоваться, так сказать, военными истребителями. Разобрать станок, понять, как он устроен, исходя из этого, собрать его снова, да еще так, чтобы лишние части не остались, и он снова работал, да? А может быть и создать более совершенный станок. Распредметить. Распредмечивание принципиально отлично от потребления. В потреблении мы уничтожаем материальный продукт для того, чтобы одновременно создавать другой материальный продукт. Вот я сегодня за завтраком съедал бутерброд, уничтожал материальный продукт для того, чтобы создать другой материальный продукт относительно сытого профессора, да? Так сказать, можно уничтожать уголь и руду для того, чтобы создать продукт металл и так далее. Будет ли личное потребление или производительное потребление. Это уже опять политэкономы из меня вылезли. Распредмечивание другое. Распредмечивание, когда я загляну в книгу Ильенкова, полистал странички, съедать их не стал, но, прочитав несколько фраз, еще раз напомнил сам себе то, о чем я буду сегодня с вами разговаривать. Соответственно, предмечивание – это обратный процесс, когда мы некие идеальные представления, ну, скажем, то, что у меня сложилось в мозгу, опять в процессе общественной практики чтения Ильенкова, воспоминания о наших встречах, каких-то других феноменов, которые связаны с подготовкой к лекции, когда я все это воплощаю сейчас в колебаниях воздуха, маханиях рукой, качаниях головой и других действиях, которые позволяют мне читать лекцию. Руками лучше не махать, но не важно. Это предмечивание, превращение идеального в материальное, распредмечивание, превращение материального в идеальное. И вне вот этой деятельности по предмечиванию и распредмечиванию ни то, ни другое не существует. Давайте пойдем дальше. Дальше начинается очень длинный спор Ильенкова с Лившицем и с таким вульгарным советским и не только советским материализмом, который считал сам себя марксистским. Уходить в детали этого спора я не буду. Можете читать, есть такая даже книжечка небольшая Ильенкова и Лившица, о материальном и идеальном, там половина книжки Ильенков, половина книжки Лившиц. И они отчаянно спорят друг с другом. И это, собственно говоря, составляет главное содержание этой книги, в которой идет вот эта дискуссия. Книжка маленькая, непонятная, воспринимается с большим трудом, но если хотите всерьез разобраться в этой проблеме, разбирайтесь. Есть много тонкостей, разговора о том, где там идеали, где там идеали, как переводить лучше немецкие термины на русский язык, и так далее, и так далее. Я вас в это погружать не буду. Давайте пока вот здесь поставим многоточие, и будем считать, что некий первый шаг к пониманию материального и идеального мы сделали. Давайте пойдем теперь дальше к тому, что нас будет волновать еще далее, и чем далее, тем более. Это прежде всего возникновение феномена культуры, как мира, идеального. Собственно, культура становится феноменом общественного человека, именно потому, что только общественный человек, человек, вступающий в общественные отношения и осуществляющий деятельность, общественную, опять же таки, воспроизводящую эти общественные отношения, способен создавать культуру. Почему это понятие важно? Ну, я могу дать очень субъективный ответ, потому что аспиранту Бузгалину было очень интересно читать книжки по проблемам культуры Нали Степановича Злобина, Вадима Михайловича Межуева и целого ряда других выдающихся ученых советской поры. Кстати, я искренне советую прочитать книгу Нали Степановича Злобина «Культура и общественный прогресс». Это, пожалуй, один из самых талантливых и социально заостренных текстов о культуре с большими цитатами Ленина, которого я глубоко уважаю, и очень уместными цитатами, с очень жесткими практическими выводами. Вот поскольку наши лекции слушает Наталья Геннадьевна Яковлева, я все-таки позволю себе одну ремарку, которая будет важна для нее, но, мне кажется, и для вас тоже. Дело в том, что Злобин, в отличие, скажем, от Межуева, Толстых, целого ряда других ученых, Келли, Ковальзона, писавших о культуре, очень много внимания уделяет вопросу, а как и почему человек становится культурным. И вот об этом я скажу специально несколько слов, поскольку он, след за Лениным, связывает это с включением в социальное творчество, попросту с участием в учете, контроле, управлении, общественных практиках, которые позволяют человеку изменять этот мир и в общественных практиках, которые требуют для этого культуры. Но сейчас все-таки о феномене культуры. Итак, культура становится пространством и временем, бытия, идеального, причем это общественный феномен. Естественно, есть культура отдельного человека, но культура как феномен, это нечто общественное. И это общественное существует и воспроизводится. Культура может разрушаться. она может разрушаться не за счет того, что убивается идеальное. Великий писатель был прав, рукописи не горя. В том смысле, что идеальное неуничтожимо. Идеальное в голове человека может уничтожить только другое идеальное. Поэтому победить идеи могут только другие идеи. Но можно уничтожить то материальное, в чем воплощена культура. Можно сжечь книгу. И когда это делал фашизм, это было адским преступлением. Кстати, интересно, что нечто подобное происходило в нашей стране в период торжества либеральной демократии и, как тогда говорили, свободу. Библиотеки массово уничтожали книги. Их, правда, не сжигали, но их выбрасывали на свалку. Это было преступлением ничуть не меньшим, я думаю, чем публичное сжигание. Ну, может быть, меньшим все-таки, но тем не менее все равно преступлением подобным сжиганием книг. Это было уничтожение культуры. Но уничтожение, точнее, не так, уничтожение материального тела культуры. Материальное тело культуры уничтожали, когда, ну, давайте возьмем те же героические примеры важные. Одни сносили статуи Ленина, другие любой ценой пытались сохранить и восстановить статуи Ленина. Когда люди умирали, спасая знамя полка. Ну, казалось бы, на кусок тряпки. Ну, зачем жизнь человеческую давать бессмыслица? это был феномен культуры. Это было о жизни, подвиге тысяч человек, которые, ведь это знамя, с гордостью несли до этого. Извините за несколько возвышенный тон, но я по-другому эту лекцию читать в данном случае не могу, потому что речь идет об очень важной материи. Ибо всякий раз, когда мы уничтожаем книгу, знамя, статую, научное открытие кладем под сукно, мы совершаем преступление против человечества. Это очень серьезно. Вот насчет последнего изобретения кладем под сукно, я хотел подчеркнуть, что это деяние, которое достаточно регулярно осуществляется двумя акторами. Я не хочу использовать грубых слов. С одной стороны бюрократия, с другой стороны капитал. С бюрократии все понятно. Чиновник Улени не хочет сделать новое, он прячет изобретение под сукно, кладет под сукно, это образное выражение старых времен, Российской империи, который прикочевал затем в советские, не только советские, художественные произведения. А вот с капиталом почему? Потому что он это произведение культуры, феномен культуры превращает в частную собственность и далее эту частную собственность, патент, он может разрешить использовать, а может не разрешить использовать. То же самое касается авторского права и многого другого. Фактически это, если не уничтожение, то ограничение доступа к культуре это убийство вот этого идеального, уничтожение этого идеального или ограничение этого идеального. Это еще один феномен, очень интересный с этим связанный. Видите, опять из меня лезет политэконом, но это скорее общественное осмысление, чем политэкономическое осмысление, потому что здесь все и философия, социология, политика, даже не политология, политика, и даже идеология, наверное. О чем идет речь? О том, что идеальное не имеет границ. Оно вечно и бесконечно, оно не имеет границ во времени и в пространстве. Правило 2 плюс 2 4 не имеет границ, но 2 плюс 2 4 в Китае, но 2 плюс 2 4 на огненной земле, но 2 плюс 2 4 в школе города Москвы начальной, или сейчас это, наверное, уже даже в детском садике, да, оно было 2 плюс 2 4 несколько тысяч лет назад, может быть, и десятков тысяч лет назад, не знаю, когда впервые догадались, что 2 плюс 2 4, и оно будет таким в неопределенном бесконечном будущем, хотя говорят, что можно по-разному это все исчислять, есть на тему немало анекдотов, но что-то у меня сегодня анекдоты не получаются вовременец. Культура бесконечна во времени и в пространстве, но общественные отношения, эту бесконечную во времени и в пространстве культуру, идеальная, которая вечна и неуничтожима, раз возникнув, общественные отношения, которые культуру, давайте так будем говорить, ограничивают и во времени и в пространстве или уничтожают. Вот частная собственность интеллектуальная это один из таких феноменов. Есть и другие более жестокие, вот я приводил примеры. Фашизм и не только фашист. Любое мракобесие в данном случае действует в этом направлении. Инквизиция, между прочим, действовала в этом направлении. Многое другого. В общественной мысли, в культуре так действовала сталинская цензура, когда уничтожали не только произведения культуры, но и тех, кто создавал эти произведения. Впрочем, проводить аналогии между фашизмом и сталинизмом я не буду. Это разные феномены. Итак, мы зафиксировали еще один шаг, мы перешли в пространство культуры. Перейдя в пространство культуры, мы тем самым перешли к общественному бытию идеального. То есть выяснилось, что проблема материального и идеального это не проблема или не только проблема человека, его мозга или человека и его индивидуального сознания, человека и его духовной жизни это проблема общественная. И человек мыслит в общественной практике общественными феноменами. Это еще один интересный компонент. Отсюда, кстати, очень много выводов для понимания того, что такое образование, но в эту тему я сейчас уходить не буду, тем более, что у нас Наталья Геннадьевна что-то выключилась, видимо, с интернетом проблема или что-то, не знаю что. Ну, давайте продолжим наш разговор. Мы тем самым переходим в пространство общественных отношений и встает проблема общественного бытия и общественного сознания или общественного бытия и индивидуального сознания. Я позволю себе для начала рассказать то, что я всегда рассказываю студентам. Возможно, вы в каком-то курсе кто-то из вас уже слышали, если вы не первый раз сталкиваетесь с Бузгалином, хотя большинство из вас вроде бы мне не очень хорошо знакомы за очень небольшим исключением. Итак, практики Бузгалина-преподавателя, который начал читать лекции и вести семинары в самом конце, нет, уже в самом начале 80-х годов, но во времена, когда еще даже Горбачевской перестройки не было в Советском Союзе. Общественное бытие Советского Союза диктует идеальное восприятие мира, формирование идеальных феноменов каждого индивида студента определенным образом. У них вкладывается определенное представление о ценностях, о мотивах, о целях жизни, о том, что такое хорошо, что такое плохо. Весь этот набор идеальных феноменов, присутствующих в каждом человеке. феноменов, тогда было хорошо, что тогда было целью для студента, для студента целью, для студента гуманитария, давайте возьмем уж, благовы гуманитария, для студента гуманитария было целью, во-первых, стать членом Коммунистической партии Советского Союза, потому что иначе не всерьез заниматься наукой, не интересно преподавать, не делать карьеру в государственных структурах или партийных было невозможно. Это раз. Второе, для студента гуманитария было совершенно неинтересно изучать буржуазную философскую или экономическую мысль. Нас это заставляли делать, нас заставляли читать Самуэльсона, я приведу пример экономистов, Гилбрейта, еще кого-то, а мы от этого отнекивались. Мы знали, что капитал Маркса это полезно, материалы, которые характеризуют советское планирование, это полезно. Вот то, как устроена рыночная экономика, спрос, предложения и прочее, это совершенно бесполезная вещь, которую непонятно зачем нас заставляют учить, и большинство пыталось от этого увильнуть. Исключения были. Но это были такие же исключения, как сейчас те, кто слушает марксизм. Тут есть у нас дюжина другая студентов. Это исключение. Подавляющее большинство, сотни этого слушать не хочет. Вот так же было наоборот 50 лет назад, даже 40 лет назад. Потом пришла новая волна, пришел Пербачев, пришла перестройка, и в условиях перестройки возникла другая система индивидуальных сознаний в результате перестройки общественного сознания, которая стала результатом перестройки буквально общественного бытия. Студенты поняли, что главное в жизни это демократия и социализм. Идея больше демократии, больше социализма волновала юные умы, сердца и все остальное. На факультатив, нет, спецкурсы, извините, по проблемам бюрократизма молодого доцента Бузгалина ходили слушать сотни студентов, нормальный спецкурс 5-10, 15 студентов. Огромные поточные аудитории были переполнены не потому, что я был велик и прекрасен, а потому, что я тут начинал преподавать, а потому, что тема оказалась востребована этим самым сознанием, которое реагировало на изменения общественного бытия. Соединенные Штаты Америки были лучшим другом Советского Союза. Все, что на Западе было замечательно демократичным, гуманным, нацеленным на развитие человека, справедливым, культурным. Если кто-то говорил, что Америка это империалист, Америка это агрессор, Америка это и так далее, этого человека клеймили как сталиниста, пережиток прошлого, недоумка, ну и много чего другого нехорошего говорили про этого профессора или там молодого человека, хотя молодых людей таких было крайне мало. Это был второй тип общественного индивидуального сознания, который очень быстро трансформировался под влиянием общественного бытия. Далее появился третий тип общественного сознания, я делаю небольшое отступление, чтобы вы передохнули от идеального и материального. Третий тип общественного сознания, который возник в условиях перехода к капитализму, причем варварскому, с первоначальным накоплением капитала, преступлениями, нестабильностью институтов и прочее, прочее, до начала 90-х годов прошлого века. Соответственно, высшей целью и ценностью стали деньги, никакой демократии, никакого социализма, это все билиберда, это все пустые слова. Главная задача, это любой ценой добыть зелененькие доллары, евро тогда как-то, по-моему, еще даже не было. и желательно вообще уехать из этой страны, в которой живут одни лузеры, я правильно использую современную терминологию, лохи и так далее. Идеал западный мир. Вот прошло сколько лет, 30 после этого, даже меньше, 20. Мы все дружно становимся патриотами, если на философском факультете МГУ еще это может быть не так заметно, то в небольших периферийных городах студенчество твердо знает, что Америка это агрессор, что империализм это варварство, что оно несет миру зло, что Запад разлагается, что нужен консерватизм, что Российская империя это прекрасно, ну и много чего другого в таком же духе. Общественное бытие трансформировало общественное сознание, вслед за ним индивидуальное сознание. Я не стал бы рассказывать всю эту эпопею, но проблема в том, что подавляющее большинство моих студентов категорически отвергает понимание того, что их индивидуальное сознание это не продукт гениального озарения или впитывания в себя божественного духа, а по большей части, за исключением небольшого круга критически мыслящих и действующих индивидов по большей части это продукт общественного сознания, который детерминирован общественным бытием. Вот такая постановка вопроса, к сожалению, очень часто оказывается студенту очень плохо доступна. Воспринять себя как марионетку общественных отношений, послушно меняющую свои взгляды в соответствии с изменением общественного отношения, общественной практики как-то не хочется. При этом опять вылезает диалектика, практика всегда противоречива. В любой общественной системе, в общественном бытии всегда есть процесс, который человека делает рабом, я не знаю, денежного фетишизма, что было даже в условиях СССР и пытались создавать другой мир и делает человека творцом, который стремится создавать феномена культуры, предмечивать и распредмечивать, а не потреблять вещи, да еще и символические, как правило, даже вещи, вещи в философском смысле слова. Вот такая связка, она принципиально важна, противоречия. разные практики, которые формируют разное общественное сознание, разные индивидуальные траектории жизнедеятельности, понимания, принятия решений и всего остального. Так мы переходим в пространство, когда общественное бытие детерминирует общественное сознание и сознание индивида. Осуществляется все это посредством как раз культуры. Я постараюсь максимально последовательно раскручивать вот эту цепочку. понятие культуры, выросшее из понятия идеального, оказывается ключом к пониманию того, как мы мыслим этот мир и как мы совершаем поступки, осмысливая этот мир. При этом существенно, что человек всякий раз осмысливает мир, даже тогда, когда он ни о чем не задумывается. Даже алкаш, который валяется в лужи, мечтает исключительно похмелиться, он осмысливает этот мир просто в определенных феноменах культуры. Его феномена культуры, но я не буду уходить в эти детали, тем более, что они мне несколько незнакомы, экспериментов над самим собой, такого рода я не проводил, в лужу не валялся, извините, поэтому могу только по произведениям, художественным произведениям как-то судить о том, что это такое должно быть. Вот, значит, мы зафиксировали еще один компонент, который мне показался очень важным отметить. Давайте сделаем еще один шаг вперед и посмотрим на проблему религии, которая здесь достаточно органично, мне кажется, всплывает. Дальше мы попадаем в довольно тонкое и деликатное пространство. Я постараюсь быть предельно корректным, чтобы никого не обидеть, поскольку вопросы веры это особое пространство. Для начала я хочу разделить феномен веры и феномен убеждений и знаний. Убеждения это, в данном случае я буду рассматривать несколько упрощенно, как знания, которые сопряжены с общественной деятельностью, поступками в общественном пространстве, политическом, экономическом, идейном, поскольку в идеологии тоже можно совершать поступки, что-то тормозя, что-то развивая в своем сознании, в общении, в коммуникациях и так далее. Итак, убеждения или давайте возьмем ужас, то есть шире знания, это то, что формируется и воспроизводится практикой. Знание о том, что не надо совать палец в газовую горелку, особенно если газ горит, это знание, которое можно подтвердить практически в любой момент, можно засунуть до пальца, станет больно палиться, ой, кошмар какой-то, я пример привел, в общем, пальцу станет плохо. И верить в то, что газ, который горит или любое пламя, негативно сказывается на человеческом организме, не нужно. Это нужно знать. Точно так же нужно знать, что если вы, я не знаю, выйдете зимой на улицу, то вам будет холодно. Если вы выйдете на улицу в Сахаре, из кондиционированного помещения, вам будет жарко. Это нужно, можно знать, и это в общественной практике воспроизводится, подтверждается. Точно так же убеждение это то, что воспроизводится и подтверждается в общественной практике. Это не то, во что верят. В этом смысле я хочу сформулировать тезис, который, мне кажется, принципиально важен. Меня часто спрашивают, вы верите в коммунизм? Я говорю, нет, я в коммунизм не верю. Как, вы же себя позиционируете как марксист, как коммунист? Да, я себя так позиционирую. Почему же вы не верите в коммунизм? Потому что я не верю, я убежден. И убежден в том, что есть общественные закономерности, материальные закономерности, которые раньше или позже с глубокими противоречиями, потерями, через череду великих совершений и преступлений ведут в этом направлении человечества. И это подтверждается практикой моей жизнедеятельности, жизнедеятельности моих коллег, истории и многим другим. Это не вера, это убеждение, знание, которое вырастает из общественной практики. Вера – это нечто иное. Это то, что лежит вне пространства практики, вне пространства доказательства или подтверждения в общественной деятельности. Но при этом, в отличие от веры как феномена своего рода культуры, феномен культуры, весьма своеобразный, но феномен культуры. Существует еще и институт религии, где вера превращается в часть общественной практики, институционализируется и обретает характер уже чего-то совершенно нового. Обретает характер общественного отношения в пространстве создания и использования определенных идеальных феноменов. И точно так, как по поводу науки могут возникать отношения купли-продажи, бюрократического подавления и даже физического порабощения наподобие шарашек, точно так же они могут возникать по поводу искусства, точно так же не могут возникать по поводу веры и вот этих религиозных в данном случае уже надо будет сказать взглядов индивида. Поэтому мы должны религию как общественный институт, систему общественных отношений, общественных практик отличать от веры отдельного индивида. Да и в отдельном индивиде очень важно разобраться, где это вера, а где это превратная форма убеждений, которые подтверждаются практикой. Потому что общественные практики очень часто подтверждают и воспроизводят религиозные взгляды. И более-то обычно религиозные взгляды широко распространяются там, где они подтверждаются и воспроизводятся практикой. Вот я атеист. Вы скажете, как может подтверждаться практикой то, чего нет? Может. Это ложная форма общественного сознания. Когда в общественном сознании возникает то, чего нет в общественной жизни, но то, что этой общественной жизнью постоянно генерируется. Вот бесконечно мудрый вождь, который все за всех знает и решения которого априори всегда верны, и которого надо цитировать, и портреты которого надо везде развешивать и так далее, это продукт общественной практики. Прямо этому этот вождь не является абсолютно мудрым, он не является тем, кто принимает всегда правильные решения. На самом деле обычно управляет не он даже, а общественная система персонификации, которой он является. То есть это превратная форма, которая создается общественной жизнью. Точно так же, как человек считает, что деньги это универсальная ценность, высшая ценность человеческой жизни. Это не так, но общественная жизнь в условиях рынка создает именно такое общественное отношение, в котором вот эти деньги, бумажка, запись на электронном счете, золотая монетка или медная монетка, в прошлом становится тем, кто диктует тебе все поведение, все отношения, ценности, взаимодействие, даже кого любить и кого ненавидеть. Вот точно так же и религия воспроизводится. Когда ты знаешь, что если ты будешь ходить в церковь, правильно себя вести в соответствии с этими канонами и так далее, ты будешь жить, имея относительно небольшое количество проблем, ты будешь уважаемым гражданином, если ты живешь в гражданском обществе, или ты будешь, по крайней мере, нерегулярно выпоротым на конюшни крепостным, потому что ты не пытаешься идти против барина и попа, или ты будешь нормальным дворянином, которого не отправят в инквизицию, потому что он не то сделал, или забыл что-то сделать, что положено в соответствии с религиозным уставом. То есть практика подтверждает, что да, есть, и что есть именно эта религия, потому что если вы верите не в соответствии с канонами католичества, а в соответствии с канонами мусульманства или иудаизма, вы вполне можете оказаться на костре, или наоборот, я не знаю, что там в мусульманских странах с еретиками делают, то есть они там были неотеки, неверные, да. Все это воспроизводится вот таким странным образом. О, кстати, вспомнил, наконец, один анекдот, чтобы чуть-чуть отвлечься, в одной из очень таких фундаменталистских мусульманских пространств, даже не скажем стран, пара муж и жена, европейцы, едут, их останавливает патруль, говорит, вы неверные, неверным нельзя здесь ездить, мы вас убьем. Говорит, нет, мы правоверные мусульмане. Патруль говорит, скажи хоть какую-нибудь суру Корана. Тот произносит что-то бля-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла, хоть арабском в духе мусульманского священника Мулы. Тот говорит, хорошо, езжай, все в порядке, я понял, что ты стал правомерным мусульманином. Они отъезжают, жена спрашивает, можешь слушать, я не знал, я знаю, что ты арабист, но я не знал, что ты мусульманин, что ты знаешь Коран. Говорит, да нет, я просто перевел на арабский фрагменты из Библии. Говорит, а вдруг бы он знал? Да нет, он не мог знать Коран. Если бы он знал Коран, он бы знал, что надо быть терпимым к другим религиям. Понимаете, это просто маленький такой феномен, показывающий, как работают отчужденные формы общественного сознания. Дальше начинается очень важное. Индивидуальная вера, как правило, складывается в силу определенных общественных практик. И это индивидуальное дело каждого. Почему складывается вера в Бога, я сейчас попробую объяснить с точки зрения дилектического материализма. А вот религия становится общественным институтом, отчужденной формой общественного сознания и отчужденной формой общественной практики. Политической, идеологической, экономической. Обратите внимание на то, как устроена церковь любая. Это политический институт. Они, независимо от того, что они говорят, они реально участвуют очень активно в политической жизни. Вот Российская Православная Церковь, вы извините, я все-таки упомяну это, она поддерживала российскую монархию, выступала против советской власти. Потом она поддерживала советскую власть. Есть немало фотографий, где там высшие иерархии церкви вместе с высшими вождями Советского Союза. Это небольшие исключения. Были исключения, которые не поддерживали монархов, были исключения, которые не поддерживали советскую власть, ну и так далее. Сейчас она поддерживает совершенно другую власть. Она включена в это политическое воспроизводство. Хотя она воспроизводит определенный тип идеологии. И это довольно мощный экономический механизм. Посмотрите, сколько сегодня у любой церкви, мусульманской, католической, православной, земель, всего, вплоть до шикарных лимузинов и иерархов церкви. Ну и какие-то благотворительные организации, видимо, тоже. Поэтому церковь, как экономический, политический, идеологический институт надо отличать от религиозных, от религии, как феномена культуры определенной. И вот веры отдельного человека. Это три разных феномена. И в данном случае, видите, вот понимание идеального, как общественного, практического, как общественной практики, воплощенной, воплощающей, воплощенной, извините, в определенном материальном продукте, это вот именно это. Воплощенная в церкви, воплощенная в молитве, воплощенная в книге, в воплощении священника и так далее. И в поступках верующего человека. Откуда берется религиозный тип сознания? Ну, прежде всего, он возникает там, где человек использует не феномены знаний и убеждений, не феномены искусства, а феномены веры. Того, что не требует и даже не может быть сопряжено с проверкой практики. Художественной практикой, эстетической, научной, технической, общественной практикой. Отсюда достаточно просто выводится основа генезиса религии. Основа такого генезиса – это, прежде всего, наличие таких сфер общественной жизни, которые не поддаются познанию, не поддаются практическому преобразованию, и в которых человек оказывается зависим от внешних непознаваемых и неподвластных ему объективных материальных процессов. То есть, неспособность человека познать и практически преобразовать объективный и материальный процесс приводит к возникновению веры. Вот как обычно человек говорит, ну ладно, вы там вот все, там вы ученые, там вы не хотите верить, но есть же что-то такое, что нельзя понять, нельзя осознать, что-то такое, что вот нами где-то как-то все равно управляет, что-то такое божественное. Вот надо прямо сказать, да, конечно, есть. Именно оно как раз генерирует религию. Но оно одновременно генерирует и стремление познать и преобразовать это, с одной стороны, а с другой стороны оно генерирует религию, веру в то, что есть нечто. Давайте определим это как Бог. Что, опять, занимает пространство того, что нам не подвластно, что нами не познано и что мы не можем преобразовать. Вот все, что нам не подвластно, все, что нам не познано, все, что мы не можем в практической деятельности изменить, становится либо вот таким непознанным, неподвластным, но требующим познания и практического преобразования материальным объектом. Один вариант материалистической решения проблем. Второй вариант становится неким феноменом, или которому Бог. Ну, может быть, абсолютный дух, может быть, что-то другое, может быть, и в субъективный идеализм, но его мы пока оставим в покое. Потому что религия – это не субъективный идеализм, это все-таки эманация, некое воплощение объективного идеализма, прежде всего. А может быть, субъективная религиозная какая-то позиция, но мы сейчас говорим вот в общественных феноменах. И чем больше пространства вот этого непознанного, непреобразуемого и неподвластного, тем мощнее религия как общественный институт. И тем шире распространяется вера как форма индивидуального бытия в пространстве идеального. Давайте посмотрим исторически, когда наиболее сильна религия. Она наиболее сильна на стадии генезиса первобытного человека, когда для него весь природный мир фактически непознаваем и неподконтролен. В результате ветер – бог, гром – бог вместе с молнией, море – бог, кто там еще, так сказать, земля – бог, античный пантеон. Потом даже творчество человека, когда человек начинает создавать нечто божественное, вот в данном случае это уместный термин, поскольку он превращается в творца, человек превращается в творца, а тем самым он создает нечто божественное, эпитет неслучайно божественная музыка, божественная картина, и так далее. Вот дальше даже Аполлон появляется, да, со своими музами. Но это особая сторона медали. Может возникнуть некий единый бог, так сказать, в христианстве, в мусульманстве, в каких-то других мировых религиях. Это не так важно. Второй вариант, когда наступает очень жесткая диктатура общественных сил. Это религиозная система, подавление человека, превращение человека в крепостного, скажем, возьмем, европейское средневековье, эпоху инквизиции. Особенно цирепствует тогда, когда начинаются буржуазные деяния, ренессанс. Вот Италия, это 15 век, скажем, это рождение искусства, культуры, науки, свободного человека, буржуазно-демократических ценностей, рынка и одновременно расцвет инквизиции. Почему? Потому что, во-первых, остается задача удержать человека от буржуазно-демократической революции. Как удерживается при помощи религиозной диктатуры. Либо это более мягкий вариант, когда наоборот человек попадает в ситуацию, когда объяснить ему, почему один крепостной от рождения и навсегда, а другой дворянин и господин от рождения и навсегда. В общем, с точки зрения сегодняшней практики, абсолютно противоестественный, ничем не подтверждаемый, никак не доказуемый феномен. В средние века он воспроизводился и доказывался общественной практикой, что благородным может быть только дворянин, а крепостной – это всегда человек низкий, к управлению неспособный, к духовной жизни неспособный, к познанию неспособный. Это закрепляется соответствующей формой религиозного сознания. Познать это, доказать это научно, быть в этом убежденным нельзя. В это можно только верить, потому что это очевидно противоречит практике человека, который может быть благородным, независимо от сословий и всего остального. Точно так же с генезисом рыночной экономики. 90-е годы – период максимального роста веры и последующие периоды. Человек теряет контроль за общественным сознанием. Человек не понимает, почему у него пропали накопления, почему он из гражданина великих державах превратился в гражданина коррумпированного бюрократической полупериферийной страны, почему он в большинстве своем находится в бедном состоянии, почему кто-то стал миллиардером, хотя, в общем, ничем особенным не отличался, почему правят так, а не иначе. Это лежит за пределами его общественной практики. Он не может на это повлиять, он не может это познать, он не может это изменить, он не может на это воздействовать. Он этого объективно боится, он от этого объективно зависит, и это ему не подконтрольно и не познаваемо. Приходит религия. Вначале приходят в формах индивидуального сознания. Вот в этом смысле очень интересен период поздней перестройки, начал 90-х годов. Во что люди только не верили. Они верили в воду, которую заряжает чумак. Или кто там, Кашпировский, извините. Хотя может и в оба. Это не шутка, это люди сидели с трехлитровыми банками воды из-под крана перед телевизором. И Кашпировский эту воду заряжал. И потом люди верили, что если они пьют эту воду, они становятся здоровыми. Некоторые даже становились потому что человек своим сознанием, если он очень верит, мобилизует в волю, очень многое может сделать. Понимаете? Это был очень распространенный вариант веры. Верили в шамана. Какой-то был шаман Сибири. Я помню, все заборы были обклеены объявлениями, что шаман какой-то там спасет. Конечно, он в Сибири-то никогда не был этот шаман. В многом случае это не важно. Понимаете? Полная каша и разброс в сознании. Диффузия институтов в сфере религии. Она сопровождала диффузию институтов в экономике. Кто, собственно, к чему неизвестно. Приватизируют, прихватизируют, грабят бандитские группировки, рэкет, смена политических вождей. Каша в институтах экономики, каша в институтах политики, каша в институтах религии. Нулевые годы, стабилизируются институты экономики, стабилизируются институты политики, стабилизируются институты религии. Все теперь верят в мусульманских республиках, в Магомета, у нас, соответственно, православие. Кому-то отведен он маленький кусочек, вот как КПРФ отвели маленький кусочек в Думе, кому-то отвелет маленький кусочек католичеству, еще какой-то маленький кусочек где-то. В каких-нибудь мусульманских республиках там маленький кусочек православия, потому что так договорились. В каких-то республиках маленький кусочек мусульманства, потому что так договорились. Ну, не договорились, в результате политических, экономических и прочих столкновений и борьбы определённым образом распределили, кто будет, в какой пропорции верить в кого. Я не утрирую, это не цинизм, это не критика, это просто описание объективных общественных процессов, связанных с религиями. Значит, что существенно, что вот таким образом объясняется существование идеального. Идеального, которое является продуктом, ещё раз вспомним, общественных практик, которые соответствующим образом позволяют преобразовывать этот мир и представлять некоторые объективно существующие заэкономерности и взаимосвязи в каком-то феномене материальном другом. Я вам обещал сказать несколько слов об искусстве. Но то, что меня в своё время очень глубоко поразило в работах советских марксистов, писавших по вопросам эстетики, это тезис о том, что наука отражает объективные связи мира, а искусство отражает субъективные отношения художника к этим объективным процессам. Вы знаете, есть такое выражение, это что? Это сосиска? Нет, это эфелева башня. Почему она похожа на сосиску? Я так вижу. Ну, это немножко не про самое, наверное, хорошее искусство, но вот в этой утрированной формулировке есть определённая толика глубокой правды. Какой именно? Что искусство – это всегда отражение субъективного, индивидуального, ну, может быть, коллективное произведение искусства, наверное, индивидуального отношения к определённым объективным процессам. И вот это отношение, фиксированное в образе, музыкальном, состоящем из каких-то красок, из камня, из текста, буквок каких-то, где угодно, на экране, на бумаге, высеченных, неважно, где, высеченных, на камне. Это вот немного другой компонент. Поэтому искусство всегда несёт субъективность. Субъективность опредмечивания, субъективность распредмечивания. Наука в идеале несёт объективность, независимость от индивидуального отношения. По идее, распредмечивание формулы 2 плюс 2 равняется 4 должно быть одинаковым. Что у китайца, что у русского, что у еврея, что у, я не знаю, кого-нибудь ещё. Здесь всё по-другому. Каждый по-своему читает «Войну и мир», каждый по-своему видит картину Репина, каждый по-своему слышит музыку Чайковского или Моцарта или Шнитке, неважно. Вот этот маленький постскриптум про искусство. Ну и, наконец, последнее. Если вы заметили, я в своей лекции про материально-идеальное всё время обращался не к вопросам физики, химии или биологии. Я обращался к общественным практикам, и это не случайно. В отличие от фербаховского материализма, марксизм – это материализм, который проблему материального и идеального ставит в контекст общественного бытия, общественных отношений. И в этом смысле он всегда привязан к тому, что в советские времена назывался историческим материализмом, материалистическому пониманию общественных процессов. И об этом будет, собственно, разговор по большей части в нашем курсе, в значительной степени, потому что мне этот предмет кажется наиболее значимым для нас с вами. Вот. И второе. Я постоянно оперировал явно или неявно с развитием, качественными изменениями, противоречиями, взаимопереходами. А это всё атрибуты диалектического видения и диалектического объективного бытия. Поэтому следующий шаг будет к диалектике, к диалектической логике, оттуда вперёд к социальному материализму, материализму социальных процессов и диалектическому пониманию социальных процессов. Субтитры создавал DimaTorzok